Вячеслав Викторович, Вячеслав Викторович Возможно даже в ваших регионах будут посвящены именно экологическим проблемам. Для справки. Только один город Москва производит одну пятую твердых коммунальных бытовых отходов. При том, что москвичей 1,12 населения Российской Федерации. Проблема эта стоит очень остро. Все говорят о раздельном сборе. Многие управляющие компании в Москве уже начинают этот эксперимент, делают специальные контейнеры. Но если мы с вами будем также продавать овощи и фрукты, когда есть пакет, в нем еще полиэтиленовый пакет. И в этом полиэтиленовом пакете еще полиэтиленовый пакет, в котором на пенопластовой подложке находится 4 яблока. Я думаю, что мусора просто мы будем… не найдем места, куда его потом девать. Потому что в Евросоюзе 50-60% мусора перерабатывается. В России, к сожалению, этот показатель 7%. При этом я предложил запретить использование пластиковых пакетов с 2025 года. Сказал о том, что есть время, когда бизнес может перестроиться. Посмотрите, во многих странах Европы уже полиэтиленовые пакеты запрещают. производят бумажные пакеты, что мешает нам также отказаться в 2025 году от использования полиэтиленовых пакетов. На что мне приходит отрицательный ответ. Говорят о том, что надо субсидировать производство бумажных пакетов, чтобы они стоили одинаково. Сколько пластиковый, столько и бумажный. Но слушайте, всегда натуральное будет стоить дороже, чем искусственное. Всегда бумажные пакеты будут стоить дороже, чем полиэтиленовые пакеты. А потом мы с вами не можем решить, куда здесь этот весь мусор. Мы его сначала в огромном количестве производим. Я благодарю в этом плане аппарат Государственной Думы, что у нас у всех с вами, видите, вот эти стаканчики, они сделаны из бумаги. Но давайте просто пройдемся в нашем центре города Москвы и посмотрим, где же находится ли хоть один пункт приема стеклотары либо пластика. В Европе на каждом шагу есть возможность прийти в магазин, в супермаркет и сдать и стеклотару, и пластик. Если мы даже в самом богатом городе Российской Федерации, в столице, не можем наладить это, то что уж говорить о других регионах Российской Федерации, где иногда даже более остро строит проблема раздельного сбора мусора и, конечно же, вывоза мусора из других городов. Дальше, по воздуху. В сентябре эко-мониторинг Москвы зафиксировал превышение норм выбросов горения в районе Очакова-Матвеевская. Хоть кто-нибудь из депутатов Мосгордумы, вновь избранных, поднял этот вопрос? Есть протесты, есть митинги, однако никто из депутатов Мосгордумы этот вопрос не поднял и до сих пор виновных нет. Такая же ситуация была в 2017 году с районом Капотня, когда в 50 раз было превышено норм сероводорода. Нашли виновных тогда. Прошло больше двух лет, до сих пор виновных никто не нашел. То есть экологические проблемы сегодня являются основными при обсуждении на многих круглых столах, в Евросоюзе, на многих международных площадках. И в этом плане мы должны с вами сделать определенные шаги. Сначала отказаться от такого количества мусора, который мы производим. Звучат более радикальные предложения. Давайте откажемся от использования мусоропроводов. Потому что для того, чтобы сегодня в одном доме отказаться от использования мусоропровода, если внизу есть раздельный сбор мусора, нужно согласие всех жильцов. Если хоть один житель этого дома будет против, то все, мы не сможем с вами отказаться от использования мусоропровода. Значит все продукты и весь мусор будет опять в один котел сбрасываться. И смысл тогда этого раздельного сбора мусора. То есть мы должны провести в этом плане, и фракция ЛДПР проведет круглый стол большой на эту тему, на тему экологии. Мы должны эту тему поднимать и должны с вами в итоге этот вопрос решить. Потому что если мы с вами не решим, его надо будет решать нашим детям, потом нашим внукам. А уж по тому количеству, сколько у нас мусор просто в прогрессии возрастает, и о том, что мы все больше и больше видим на акциях протеста, именно посвященных экологии молодежи, это говорит о том, что эта проблема уже назрела, ее надо скорее решать. Спасибо.